Пара спортсмена из Тирасполя готовятся к турниру по шоу-дауну. Это настольный теннис для слепых. Соревнования стартуют завтра в Республиканском спортивном центре инвалидов, а сегодня тренировка. Елена и Мария – инвалиды по зрению. Они не видят. Здесь, в реабилитационном центре, тренируются несколько лет, играют в шоу-даун. Это что-то среднее между настольным теннисом и аэрохоккеем. Паралимпийский – вид спорта для слепых. В игре все на слух. Мяч звенит. Цель спортсмена – забить его в лузу. Игровой стол с бортиками и скользкой поверхностью, а ракетки – удлиненные. На первый взгляд, кажется, игра простая, но есть много нюансов. То есть, касание рук, касание, вылет из поля – это тоже все может прийти как ошибка игрока. Счет – это 11 очков. Игрок должен набрать, чтобы победить. Но разница должна быть в два очка. То есть, если, допустим, счет 10-11, то игра продолжается до 16 очков. Игра может вестись до двух очков победных, до трех очков победных. Один сет, допустим, может идти около пяти минут. То есть, игра быстрая. Шоу-даун развивает ловкость, силу, координацию и логику. Это тоже реабилитация. А еще положительные эмоции, говорят спортсмены. Здесь, во-первых, слух очень развиваешь. Во-вторых, реакция. Очень важна реакция. А вам в жизни это помогает? Очень. За игру вы часто устаете или, наоборот, вы заряжаетесь энергией? Нет, заряжаемся энергией. Я еще иду домой и с внуками им рассказываю о происшествиях, что у нас произошло. И мы с ними вместе смеемся. А еще в шоу-даун могут играть все, но только с повязкой на глазах. Условия равные. У кого есть остаточное зрение, они должны сравниваться с нами, которые вообще не видят. И потому им закрывают глаза. А как часто у вас тренировки? Как часто? Ну, мы вот у нас два раза в неделю. Но мы тренируемся еще и помимо. Вот мы приходим по понедельникам и среду, и пятницу приходим в спортзал. Соревнования по шоу-дауну в Республиканском реабилитационном центре пройдут завтра. Будут участвовать параспортсмены из Тирасполя и Биндер.